На прошлой неделе произошло событие, которое стоит рассмотреть исключительно из академического интереса. Вокруг него уже есть целый ряд зловредных спекуляций. Речь идет о торговце оружием Буте, которого США обменяли на баскетболистку, которая играла за команду страны Балалайк, и там ее арестовали по обвинению в контрабанде наркотиков. Развитие истории с обменом освещали ведущие спортивные телеканалы мира. Но вот формат обмена уже стал притчей после того, как Трамп вставил свои пять свободно конвертируемых центов и сказал, что это неравноценный обмен. Если бы он не претендовал на переизбрание, то на его мнение можно было бы наплевать, но тут это стало отправной точкой. Трамп имеет настолько своеобразную систему ценностей, что когда говорит о неравном обмене, то скорее всего все прямо противоположно. Обмен произвело правительство США и даже если оставить в стороне вопрос ценности фигурантов, то остается ответственность государства за своих граждан. Если бы Бритни Грайнер взяли после того, как Госдепартамент дал указание своим гражданам покинуть Федерацию и дальше пошли такие неприятности, то тут возникает аспект высокой дурости, когда предупреждают, что кормить зверей нельзя, а кто-то вставляет ножницы в розетку, то это проявление личной свободы и персонального выбора. В противном случае государство несет ответственность за своих граждан и обязано вытаскивать из неприятностей, используя любые возможности. Так и в этот раз, и это не самый яркий пример, были варианты и поинтересней, когда Израиль выдал за одного своего пленного тысячи плюс палестинских террористов, так что это можно поставить в зачет штатам, а Трамп, что с него возьмешь, кроме анализов. Но к нему присоединились очень многие не такие, которые говорят о том, что Бут является носителем секретных тайн Кремлевского двора, из-за чего Москва приложила все усилия для возврата. Другие говорят о том, что он обладает невыносимыми связями в сфере теневой торговли оружием и поэтому может помочь Путину достать все для оккупационной армии. Конечно, по этому поводу могут быть разные мнения, но лучше уточнить, кто оно такое, этот Бут. Он был продолжением Рособоронэкспорта в теневой части. Все, кто хотел по-тихому купить оружие и понимал, что в нормальных странах такое не получится, обращался к оружейным баронам. Бут стоял особняком. Он мог организовать поставки тяжелых вооружений, о чем остальные могли только мечтать, особенно в таких количествах. Большинство торгует трофеями или остатками оружия из маргинальных стран. У этого барыги работал канал поставок не только со складов и хранилищ, но даже из цехов. С другой стороны, Бут вполне мог озвучивать схемы оплаты товара хорошо отработанным серым способом или по-черному налом. Так будут торговать только полные изгои, а Федерация во времена активности претендовала на респектабельность и даже допущено в восьмерку, двадцатку и т.д. А там нельзя иметь подобную сигнатуру. Бут мог спокойно говорить о том, что за тонну налика в долларах может поставить нужное железо или предложить оплатить через офшорную карусель. В отдельных случаях мог оформить официальное прикрытие контрактом, но по цене намного ниже той, что будет заявлено. Оружие поставляется в кредит, который под гарантией Бута объявляется безвозвратным, но с откатом, допустим, половиной суммы контракта. Он выступал черным дилером российской оборонки. Что важно, потенциальные покупатели знали его статус, который обеспечивал возможность поставки широкой номенклатуры. И тут возникает пара вопросов. Какие такие секреты Бут может выдать? Даже до ареста весь теневой мир торговли оружием знал, какой у него статус, и можно быть уверенным, что он непосредственно контактировал с пешками, которые никогда не смогли бы указать наверх. Они не знали, кто это координирует, и если бы догадывались, то не могли доказать. Они просто расходный материал, и в случае чего их обнаружат немножко мертвыми от передозировки и суицида. Так что никаких особых секретиков Бут рассказать не может. Второй момент. Бут был продавцом или даже коммерческим агентом. Его роль – теневой представитель по продажам российского ВПК. Он продавал, а не покупал. И если коллеги по бизнесу должны были где-то достать товар, то он в этом не нуждался априори, потому что сидел на сбыте складских остатков Минобороны и ВПК. Так что связи в закупках черных партий оружия ничем не лучше, чем у тех, кто этим занимается сейчас. И последний момент. Ходят слухи о том, что ему готовят место депутата Госдумы. Можно допустить, что это не фантазии. Туда набирают клинических идиотов, которые не могут и не хотят понимать, что происходит вокруг и что они делают. Или спалившуюся агентуру. Так одним из депутатов Госдумы сейчас является некто Андрей Луговой, которого ЕСПЧ признала одним из убийц Александра Литвиненко, который раскапывал путинские подвиги, когда Володька работал питерским мафиози. Как только Литвиненко вышел на ошметки тамбовской преступной группировки, в которую входил Путин и его нынешнее окружение, к нему сразу приехали бывшие сослуживцы Ковтун и Луговой. После чего Литвиненко скончался от лучевой болезни с применением полония, подсыпанного в чай. Луговой составит достойную компанию Буту, а Дума и дальше будет превращаться в сборище убийц, торговцев наркотиками, оружием, насильниками, по которым где-то плачет электрический стул. С другой стороны, пусть собираются в одном месте, придет время и они будут ликвидированы третьей силой. К тому же не надо за каждым бегать персонально. А с учетом того, что в Думе уже готовятся к ударам по территории Московии, то такое развитие событий там не считают чем-то невозможным. Так депутат Горулев сказал. Мы видим, что ВСУ пытаются бить по нашим базам, по скоплению войск, по скоплению запасов материальных средств. Мы видим только за последние сутки. Когда они наносили удары из Хаймарс, наши подсчитали, что он уже не на 70 километров летит, а на 145. Но удивляться не надо. Надо быть готовыми ко всему. Поставят им рано или поздно все. Орудия любой дальности, танки, авиацию. Мы должны это просчитать и готовиться. Как говорят, на этого пациента, как и на сокорытников, повлияли результаты налетов, неизвестно чего, направленного неизвестно кем, по аэродромам стратегической авиации в Энгельсе и Дягилево. Если до этого можно было резвиться и рассказывать, как украинцы сидят без тепла и света, сейчас наступает прозрение. Та штука, которая прилетела на огонек в Энгельс, покрыла такое же расстояние, как и до Госдумы. А это уже вам не то. Там уже не удивляются, потому что начали перекапывать приграничные с районы, губернаторы Белгородской и Курской областей регулярно докладывают о том, сколько нарыли траншей, выставили бетонных зубов дракона, сколько десятков камеокопов и блиндажей обустроено для отражения нападения. А Северный Крым станет островом, потому что от Азовского до Черноморского побережья прокопают несколько рядов сплошных траншей. А нам список для третьей стороны надо держать в актуальном виде, чтобы никого не забыть и не обойти вниманием. И Бута тоже. Он жаловался, что в тюрьме не давали землянику. Ягодки не гарантируем, но свою маслину он получит. Продолжение следует...